Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в программе Библейский час. Сегодня мы продолжаем разговор, размышления на тему молитвы Господней «Отче наш». С нами в студии радио-телецентра «Голос надежды» священнослужитель, пастор церкви Факторович Владимир Иосифович. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Иосифович, я предлагаю вам открыть Священное Писание, и давайте мы все вместе, и наши зрители, и мы здесь в студии, вспомним эти святые слова молитвы Господней. Пожалуйста. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое и царство, и сила, и слава вовеки. Мы с вами следуем нашему принципу «Идти слово за словом». И сегодня тема нашего размышления будет это «Что значит досветиться имя Твое?». Вообще само слово «светиться» происходит от святости, но мы его редко, наверное, почти вообще не употребляем в современном электричестве, не так ли? Это уже слово библейское, слово архаичное. Но в чем его значение? «Досветиться имя Твое». Ну, наверное, ближе всего речь идет, конечно, о свете. Видите, святость – это свет, свет, который исходит от Господа, свет, который никогда не угасает, свет, который не нуждается в светилах, не нуждается в светильниках. И как в книге «Откровение» написано, что на небесах и не будет светильников, потому что сам Бог есть свет. И вот когда мы начинаем размышления в молитве о том, что мы просим, чтобы имя Господа светилось, и обратите внимание, мы каждый раз не константируем факт, что оно светится, а просим. И кажется вообще это несколько парадоксально. Зачем просить Бога, чтобы имя Его светилось, когда оно и так светится? Поэтому возникает вопрос «Как? Где? Чего? Зачем?» В жизни нашей. В жизни нашей. Дело в том, что человек по своей природе может отражать любой свет. И в то же время, как ни странно звучит, отражать и тьму. И свет истинный, и свет чуждый, как и огонь истинный, и огонь чуждый. Поэтому речь идет о том, чтобы свет Божий был отражаем нами. Чтобы опять мы приходим, образ и подобие Божие как бы светился в нас. И вот теперь немножко о свете. О свете, который действительно несет Господь. Это, наверное, лучше всего открыть Иоанна Гетоанна. Самую первую главу. Девятый стих. «Был свет истинный». Вот как раз свет, о котором мы говорим, который не нуждается в светильниках. «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Это речь идет, Иоанн говорит о Господе Иисусе Христе. Свет истинный. Свет, который просвещает. Свет, который проникает внутрь человека. Свет, который дает возможность человеку увидеть самого себя. То есть понять, что у него внутри. Чем он живет? Чем дышит? Вот иногда даже в христианском обществе, в разговоре с христианами, которые уже имеют определенный опыт общения с Господом, они, можно услышать то, что раньше я считал себя лучшим. Раньше мне казалось, что я намного лучшим, кажется, сегодня. Ведь почему так получается? Прошли годы, я же должен лучше становиться. Речь идет о том, что приближаемся к свету. Приближаемся к истинному свету и начинаю видеть себя все лучше и лучше. То есть истинный свет освещает все темное, все больше и больше. Конечно, все больше проникает. Знаете, как каждый угол проникает. Если в комнате не убрано, мы включили лампочку на 40 ватт, то как будто бы неплохо. Если включили лампочку на 100 ватт, то видна грязь. Если включили люстру на 300 ватт, то сразу приходит вывод, надо убрать. Да, или пора уже делать ремонт. Или пора ремонт делать, да. Иногда и капитальный ремонт. Как и одежда наша, как-то присветить. Владимир Владимирович, вот у меня такой вопрос. Есть ли тогда здесь святость, вернее, есть ли здесь тогда соединение между вот этими двумя словами? Святость и свет. Святость и свет. Нет, ведь когда мы говорим «досветится имя твое», мы в первую очередь в это вкладываем наше понимание святости. То есть имя Бога свято, но вы говорите о свете. Это взаимодополняющие понятия, взаимопроникающие? Или же здесь есть какая-то разница? Вот поясните вашу мысль. Потому что вот эта мысль о свете, она может быть немножко, как бы является чем-то новым для наших зрителей. Вот давайте мы сейчас с вами дальше будем двигаться по Слову Божьему и рассмотрим эту идею уже более понятно. Дело в том, что мы ведем речь не о свете, который вот у нас буквально в нашей жизни, луна, солнце или искусственный источник освещения. Мы речь ведем, а сразу подчеркиваю, свет истиной. То есть свет истиной – это далеко не только свет, который виден нами. Свет истиной – это и есть определенные черты характера, которые несут свет. Свет – это определенное, знаете, вот это вот отношение к добру и злу. Это определенное отношение друг к другу. То есть свет истины – это отражение Господа в наших делах, в нашей жизни, в наших мыслях и в том, насколько мы соответствуем образу. То есть то, что делает человека святым в очах Божьих. То есть в Библии написано, что вы, род избранный, царственное священство, да? И священство, и святость – это тоже очень близкие понятия. Это как раз, почему я говорю, что святость и свет – это очень близкие понятия, но святость – это не свет, скорее, свет неосезаемый, который мы видим, а святость – это свет, как сущность характера. То есть это следствие проявления Божьего света в жизни человека, да? В принципе, если говорить проще, это следствие присутствия Бога внутри нас. Это свет, который излучаем мы не потому, что мы становимся святыми, как источниками света, а потому, что он светит через нас. Когда говорят о человеке, в его глазах свет Христов. Вот, кстати, почему я хотел еще продолжить чтение Евангелия. В третьей главе Евангелия-то написано, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили тьму. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть, опять, обращаю внимание, что тьма – это дела, это характер, это жизнь. Свет – это тоже дела, это тоже характер, но это Христовый? Или это принадлежат князю тьмы? Почему говорят, князь тьмы? Почему говорят о том, что дела злые – это тьма? И дальше – всякий, делающий злое, ненавидит свет. И не идет свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Итак, когда мы говорим о святости, когда мы говорим о том, что в молитве звучит просьба досветиться имя твое, то мы увидим, что в Боге соделаны. Когда мы говорим о том, чтобы имя Божие светилось, где светилось? Не на небесах, а в нас светилось. Это значит, наша жизнь в Боге. Наша жизнь в Боге. То есть, наша жизнь проходит уже в Боге. И наши дела, наши поступки, наши слова – они соделаны в Боге. Вот здесь я хочу в дополнение к вашим словам прочитать цитату христианской писательницы Лены Вайт, которая пишет на этот текст «Досветится имя твое» в следующий комментарий. «Светить имя Божье значит произносить слова, с которыми мы обращаемся к Всевышнему существу с подобающим благоговением. Святое страшно имя его» Псалом 110 стих 9. «Мы никогда ни в каком случае не должны легкомысленно употреблять имя Божье или слова обращения к Нему. При молитве мы входим в приемную Всевышнего и поэтому должны предстать пред Ним с должным благоговением». Но дальше она продолжает, вот как раз в дополнение к вашим словам, этот капентарий может быть как продолжение этой же мысли. Она пишет «Однако светить имя Господне значит еще гораздо больше, чем это». Вот здесь я хочу сделать небольшую остановку и вспомнить наш пример, как Слово Божье может многогранно раскрываться, когда мы молитвенно приступаем к его исследованию. И дальше Лена Вайт продолжает. «Если мы молимся досветиться имя Твое, то мы этим просим, чтобы оно осветилось в этом мире и в Тебе Самом. Господь пред ангелами и людьми признал Тебя Своим. Проси же, чтобы через Тебя не бесславилось доброе имя, которым Вы называетесь». И дальше она продолжает, что вот эта святость, этот свет, который Бог открывает через имя Своим ученикам и делает их святыми, оно также и будет являться светом этому миру. «Господь посылает тебя в мир», – пишет она дальше, – «как своего представителя. В каждом действии в твоей жизни ты должен открывать святость Божественного имени. Это прошение требует, чтобы ты обладал его характером. Только ты можешь светить его имя и представить миру характер Божий. А это возможно, лишь приняв милость и праведность Христа своим поведением и своей жизнью». Как многогранно, как многолихно. Светится имя, мы же говорили с вами, имя – это характер, о чем Вестница Божия пишет, имя – это характер, да? Поэтому светится имя в нас – это значит характер Божий. Да. Почему все больше и больше отражается в нас характера Божьего. То есть, по сути дела, когда мы говорим «досветится имя твое», то мы можем здесь в полном праве добавить «в нашей жизни». Чтобы оно проявлялось, чтобы этот свет, он, как Христос и говорит, «досветит свет ваш пред людьми», чтобы люди видели Отца вашего Небесного и прославляли его. Сергей Анатольевич, ну часто вот говорят, так вот, может быть, несколько с такой вот, знаете, более шутливой формы. Ведь Бога спрятать нельзя внутри себя. Если внутри нас Бог, то Он виден, правильно? Господь виден. Когда человек с Богом, то это видно. И Господь говорит, и в Нагорной проповеди Он говорит, что невозможно укрыться городу на вершине горы. Да, да, вот как раз об этом идет речь. И свечу не ставят под сосуд, а ставят на видное место, чтобы светило всем домом. То есть, это, по сути дела, уже наша жизнь. Вот, как вы сейчас вспоминаете стихи из Иоанна Георгия Матфея, из Нагорной проповеди, это наша же жизнь. Когда досветит свет вас перед людьми. То есть, этот свет, мы уже много говорили на прошлых встречах, что есть ли Господь внутри нас, и что мы можем сделать? Чем мы можем благодарить? Мы-то раньше говорили об этом на прошлых наших программах. Что мы можем сделать? Подарить свет другим. Поделиться. Знаете, как вот, есть улыбка подарена нам, мы делимся улыбкой с другим. Радость подарена нам, мы делимся радостью с другим, как и любовь. И вот, что интересно, знаете, вот обычно, когда встречаешься с людьми, встречаешься с аудиторией какой-то, то просто декларировать о том, как должно быть, как надо, чтобы было, что у нас должен быть характер совершенный, что у нас должны быть дела совершенные, что свет Божий должен... И сразу вопрос, а как? А что нам надо сделать, чтобы имя Божие светилось внутри меня? И знаете, вот есть очень такой вот, как бы, совет, совет, который открывается в Евангелии от Иоанна, тоже в этом же Евангелии, восьмой главе, двенадцатый стих. Знаете, это чудесный совет от Господа, который мы можем использовать для того, чтобы этот свет был внутри нас. Это слова Христа, восьмая глава, двенадцатый стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это действительно чудный совет, потому что, если я задаю себе вопрос, а как мне иметь свет жизни? А как мне иметь свет Христов? А что, должен я как-то тренировать себя? Может быть, нужно воспитывать характер? Может быть, нужно воспитывать силу воли? Совершать палом, на честь. Да, палом, да, есть же очень много именно человеческих способов, человеческих способов получения определенной благодати, человеческих способов получения определенной святости, обретения святости. Святые мощи. Да, правильно. Подвижнические дела. Так вот, в этом идея человеческая, идея не Божья, а человеческая, что можно каким-то образом получить своими усилиями, А свет – это Господь. Можем ли мы своими усилиями заставить Господа быть внутри нас? И здесь я уже хотел бы вам задать вопрос. Вот мы прочитали. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Здесь подсказка. Чтобы иметь свет жизни, надо последовать за Христом. И вот могли бы вы как-то в своем восприятии, в своем опыте рассказать, а как? А как последовать за Христом? А что для этого нужно сделать? Вот сейчас слушают нас те, которые, может быть, впервые слушают. Кто-то думает, а я бы хотел. Я бы хотел пойти за Христом. Я устал в этом мире. Устал в этой жизни, устал в этих страданиях, скорбях, обман, различные такие проблемы, предательства. В этом мире очень много зла, и мы знаем об этом. Я хочу последовать за Христом. Как мне один молодой человек сказал, я разочарован в этом мире. Я знаю, я соприкасался с дьяволом. Я знаю, но я вот не знаю Бога, я хочу идти за ним. Я хочу обрести его. Вот обратился к вам такой человек. Какие вы могли бы дать ему советы? Я бы ему рассказал свой личный опыт. Вот, вот это очень всегда интересно. Почему? Потому что, когда мы говорим о свете, который сияет нам с неба, и, кстати, это первая связка ведь на личность, когда мы говорим о динамике выстраивания молитвы Господней, да? Отче наш, сущий на небесах. Все это посыл к Богу. И вот первый отклик – досветится имя Твое. И сегодня мы уже прямо подчеркнули, да, что это уже в моей жизни. Но как? Действительно. То есть это уже другая ступень, это следующая ступень. Да. Миллионы людей страдают от этого вопроса, что мне делать? И я был поражен, когда многие годы своего начала жизни, я тоже задавал себе этот вопрос и думал, что мне делать? И я пытался, как барон Мюнхгаузен, однажды вытащил себя за волосы из болота греха, хотя я не был большим грешником, но я и не был праведником. И я задавался этим вопросом. И вот однажды я прочитал у апостола Павла. Это было, кстати, на заре перестройки. Это было в конце 80-х годов, когда чудесным образом мне попался Новый Завет в руки. И я прочитал у апостола Павла 24 стих 7 главы послания к римлянам, где апостол Павел тот же самый вопль души записал в своем послании, которое вот уже 2000 лет звучит, как вопль души каждого человека. Я убежден в этом, потому что если человек неправедник, совесть ему не дает покоя. Человек мучается и пытается заглушить этот голос совести любыми средствами, но тщетно. И апостол Павел пишет, бедный я человек. Он о себе пишет, бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Это действительно вопль. Это вопль, никак не меньше. И вот я думаю, что мой совет вам, дорогие друзья, это и как ответ на ваш, очень важный и, наверное, один из самых главных насущных вопросов бытия человека. Что мне делать? Как мне научиться светить имя Божье в своей жизни? Это последовать примеру апостола Павла, который, видя эту дихотомию, это противостояние внутреннего человека с его эгоистичными желаниями тому божественному началу, которое в нас право рождения по образу и подобию Божьему. Потому что как раз в этой главе апостол Павел описывает наше собственное состояние. Кто мы есть по сути? Он как-то, вот я даже смотрю, в отличие от многих апостолов, как открывается, как ребенок открывается. Абсолютно. И вот смотрите, что он пишет здесь. Он пишет 16 стих 7 главы. Он говорит, даже с 15 можно взять, он говорит, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Дорогие друзья. А это же про нас с вами. Дальше он говорит, «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Кто из нас может похвастаться, что это к нам не относится? Сколько раз мы мучились. Извечная проблема. Мучились от того, что мы не могли совладать своими греховными чувствами, с пороками, которые порой разъедают нашу жизнь. И действительно, мы вопием вместе с апостолом Павлом, «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот здесь, я думаю, первое, что должен сделать человек, как первая ступенька, лестница этого духовного возрождения, это чтобы этот вобль прозвучал в вашей собственной душе. Не скрывайте его. Выньте наружу эту проблему. Признайтесь самим себе, что вы грешники, не способны исцелить сами себя. Невозможно себя вытащить из этого греховного болота за волосы. Это может сделать только Христос. Признайте, что вы нуждаетесь в Спасителе. Ведь я полагаю, Владимир Владимирович, что если человек не нуждается в Спасителе, то тогда Христос будет стоять у двери его сердца и ждать, когда эта дверь откроется изнутри. Сергей Анатольевич, дело в том, что Господь единственный пример и единственный образец дал – ребенок. Он не дал образец никакого-то крупного священнослужителя, первого священника. Он взял ребенка и показал. Вот, будете как дети, войдете в Царство Небесное. А вот, знаете, часто мы касаемся вопроса его детскости. Что значит детскость? Это же не значит, что ребенок совершен. Это не значит, что ребенок не делает какие-то пакости, какие-то такие, ну, нехорошие поступки. Это значит, что он открыт. Он открыт. Он, когда признает свою ошибку, он плачет. Когда он рассказывает о себе, он говорит правду. И он приходит к отцу, когда он просит прощения. Он имеет нужду. Он идет к кому? Он идет к своим родным. Он идет к тем людям, которых он обидел. Вот это вот основная сущность. Чтобы обрести отношение с Богом, нужно открыться ему. Да. И вот здесь Павел дальше делает продолжение. Я хочу просто закончить. Вот этот мостик, который как бы и должен соединить человека в своей греховной жизни с жизнью новой, которую Господь желает подарить каждому из нас. И апостол Павел ставит вопрос в седьмой главе послания к римлянам, а в восьмой он отвечает на него. И это великий триумф торжества евангельской вести. Ведь сама весть Евангелия – это добрая весть, что есть спасение от наших грехов, потому что есть Спаситель, который протягивает нам руку с неба. И апостол Павел пишет дальше в восьмой главе, он пишет, что Иисус Христос во втором стихе, он пишет, «Освободил меня от закона греха и смерти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». И вот здесь возникает вопрос, а как это может произойти? И вот здесь должна свершиться тайна Божия, когда апостол Павел пишет об этом дальше, то он говорит, «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умершвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, вводимые духом Божьим, суть сыны Божьи». И вот здесь нам нужна вера. Без веры угодить Богу невозможно, но все возможно верующему. Спасибо. Я думаю вот о свете, о святости и о том, что дает вообще присутствие Господа. Что дает нам святость Господня. И многие, сегодня же такой век прагматичный, «А что я с этого буду иметь?» Звучит этот вопрос. «Если во мне будет Господь, если будет меняться мой характер, что я с этого буду иметь?» Вы знаете, мне очень нравится, как по этому поводу пишет псалмопевец, но прежде чем прочитать этот стих в псалтере, я думаю о ребенке, который находится в темноте. Вот представьте себе, особенно это на детях чувствуется. Когда ходит в темноте, он испытывает тревогу, он испытывает страх. Ой, ему тревожно, он хочет быстрее выйти, он плачет. Ему страшно, он беспокоится. Ему нужен свет. Свет нужен человеку сегодня, и это духовный свет для того, чтобы избавиться от этого страха. И вот я открываю книгу «Псалтырь», 26 главу. Об этом же пишет Давид, 26-й Псалом. Вы знаете, как чудно он пишет и отвечает как бы на тот же самый вопрос. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится, против меня полк не убоится сердце мое. Если восстает на меня война, и тогда буду надеяться». И дальше он говорит «Одного просил я у Господа. Только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И в восьмом стихе «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Вот, я думаю, вот, наверное, это высшее такое достижение в жизни человека, когда, знаете, вот я и о себе думаю, и о родных, и о друзьях своих. Наверное, лучшее, что может получить человек в жизни, когда он скажет «Одного только хочу я, одного». Вот я опять вспоминаю Марфу и Марию, когда Мария обрела Господа и сидела у его ног, и Господь говорит Марфе, «Который ты заботишь, суетишься, но одно только нужно». И вот это главное, о чем мы говорим, очень хочется, чтобы наши зрители, кто с нами сейчас присутствует и видят нас, чтобы вот это мы осознали – одно только нужно, одно. И вот это одно – это как раз и есть особая близость. И Давид пишет «Сердце мое, ищите Господа, и буду искать его». Вот этот вот поиск, вот это желание пребывать в нем, время с ним – это высшее блаженство, которое может обрести человек. Это не просто, знаете, вот наш хороший характер нас будут хвалить, это блаженство, блаженство каждого человека, кто обретает этот свет. И Христос дает обетование «Мой мир даю вам», не так, как этот мир дает «даю вам». А как этот мир дает, мы уже видим. Мы видим, как этот мир дает. Все это боли и горе. И действительно, при этом и беспокойство, и тревога, и нет уверенности. Сколько страхов сегодня. Сколько страхов, безусловно. Причем на всех уровнях, независимости от того, сколько имущества у человека, или какого он социального положения, никто сегодня не защищен ни от чего. Мы знаем убийства и американских президентов, которые, казалось бы, были защищены всей мощью своего государства и так далее. Но все эти человеческие попытки, они разбиваются о вал греховности этого мира. Но Господь предлагает нам совершенно другое. И это всегда пленяло мое сердце. И, кстати, оно всегда стремилось именно к этому. Потому что дети, вот я наблюдаю за детьми, когда они вдалеке от своих родителей, им нужно свою эмоциональную емкость наполнить. И они приходят и падают на грудь своим родителям, обнимают их. И какое-то мгновение они замирают, почувствуя, что они одно со своей мамой или папой. И сегодня Господь предлагает вас, предлагает вам сделать то же самое. Дорогие друзья, если ваше сердце одиноко, если вы чувствуете, что вы покинуты и оставлены всеми, Господь любит вас и приглашает сегодня вас прийти к Нему. И как бы я хотел, чтобы сбылись в вашей жизни слова молитвы Господней. Да светится имя Твое в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok